Каждое лето в некоторых населенных пунктах Карачаева-Черкесии вырисовывается проблема некачественного водоснабжения. То и дело, в вести обращаются обеспокоенные отсутствием питьевой воды люди. Очередной звонок поступил от жителей аула Николаевская. Можно ли помочь селянам, выясняла Мадина Каракетова. Проблема с водоснабжением нет-нет да возникает периодически в селах, особенно в летний период. В селе Николаевском, казалось бы, она не стоит остро, однако не для жителей. Улицы Учкуанской. Здесь, по словам живущих, по ней людей, воды практически не бывает. Мы решили постучаться в первый же дом и лично проверить, в действительности ли это так. Хозяева! Есть кто-нибудь? Здравствуйте! Мы из программы Вести, ГТРК Карачаева-Черкесия. Мы по звонку. Можно к вам пройти? Есть у вас гидрант? О чудо! Вода бежит, причем под напором. Не думаю, что жители села Николаевского вели нас в заблуждение, говоря, что у них нет воды, у них какие-то проблемы с водой. Потому что несколько раз нам на студию звонили жители именно этой улицы. Здесь только два варианта. Либо неисправность все-таки была исправлена, либо нас встречают таким образом, узнав, что мы приехали, пустили воду. То есть сегодня чудо, что днем вода была. Это чудо просто. Тут постоянно вот эта болезнь с водой. Постоянно. В селах новости распространяются очень быстро. И вскоре нас буквально окружили местные жители. Юный селянин Марат Хипкеев уверяет, что у них даже сегодня нет воды. И приглашает в дом бабушки, живущей выше по улице, чтобы убедились. Вот видите, даже сегодня нет воды. А у тех, кто живет ниже, она есть. А у нас ее нет, потому что мы живем по склону выше. То есть до вас только не доходит? Да. Абедат Батчаева частый гость Николаевскому и не понаслышке знает о проблеме с водой. В неделю, три-четыре дня тут нахожусь. Так, как у меня сестра болеет, просит то за скотом, то так ухаживает. Ну, я им тут постоянно. И вот что самое обедное – вода. Воды нет у нас. Не купаться, не мыться. Сейчас тем более лето, жара. Говорят, вирусы там какие. Нет воды, не купаемся. Я вот даже воду, за то, что воды нет, вещи свои забираю в городе, стираю, привожу. У меня уже сколько лет. А воды вообще нет или когда-то дают? Когда-то дают, но нету. Когда-то это когда-то? Да. Ну, это бывает через пять дней, через три, через четыре. А раз даже вот бывает, фляги забираем буду, но ночью встаешь два часа. Видимо, напора нету, не знаю. Что думает водоканал? Я в этом селе проживаю уже восьмой год. У меня трое маленьких детей. У меня пожилая свекровь. Муж практически целыми днями работает на поле. И отсутствие воды очень сильно, как бы сказать, отрицательно влияет на нас. Потому что бывает, никогда я даже не нахожу не то, что приготовить и постирать, даже попить водички не нахожу. Маленький ребенок – это, конечно, пеленки, кашки. Нужно часто кормить, менять одежду. Часто помогает взаимовыручка, рассказывает многодетная мама Халимат. Многодетных по этой улице много, как и пожилых людей. Соседи делятся с проспавшими момент ночной подачи, закупают в магазинах питьевую воду на всех. Прокомментировать сложившуюся ситуацию любезно согласился представитель водоканала Эдуард Балачиев. Именно по Учкулански проблема существует, да, я не отрицаю. Проблема существует. А в чем проблема? Почему именно Учкуланская улица страдает? Потому что по карте она находится выше, трудно доходит. Когда снизу набирают, сюда не может выходить проблема. И вообще трубы уже 70% своего отработали. Им уже 40 лет. А есть вообще какая-то вероятность решить этот вопрос? Что-то вот предпринимается или будет может предприниматься? Глобально нет, надо по программе менять. А то, что предпринимается, вот наш директор давал, так хер установишь, 300 метров трубы мы поменяли по Цыганской улице, по международной. Их глава давал Хасан Урусов, тоже 300 метров, тоже меняли. А вообще должна делать УПТК или специально по тендеру, кто выиграл организацию, филикон, пора уже менять трубы. Да и водопровод, построенный еще в советское время, был рассчитан лишь на уличные гидранты. Колонки были, допустим, на 10 дворов, одна колонка была. Вот в этой улице тоже и по всему Николаевску, и по всему ущелью. А в данный момент у каждого есть водопровод, есть стиральная машина, есть поливы, есть еще этот. Не как положено, по тех условиям 20-15 диаметра, а есть 32-й, которые соединенные. Тоже очень много проблем создают. Да еще и двойные трубы, одна из которых рассчитана на подачу воды, другая так называемая обратка. И по словам Эдуарда Балачева, однотрубная система также могла бы значительно облегчить задачу. Жители улицы Учкуанской с пониманием и уважением относятся к озвучиваемым местной администрации и представителями водоканала объяснениям об особенностях старой системы водоснабжения, необходимости замены труб, о недостаточном финансировании луной операции. Но на сегодняшний день это все не облегчает жизни обычным людям, в большинстве своем живущем в селе, за счет собственного хозяйства и огородов, которые летом от недостатка влаги просто засыхают. Жители улицы Учкуанской еще долго говорили о проблемах своего села, и одна из них – отсутствие водостоков на проезжей части. Источник канав тоже нет. Вода идет прямо по дороге или по дворам идет. Вот когда сильный дождь, или вообще по дворам, по домам идет вода. Еще одна огромная проблема, на которую жители села Николаевского просили обратить внимание – это отсутствие тротуаров. Жители рассказывают, что им просто страшно отпускать детей в школу и в магазин. Опасные ситуации возникают сплошь и рядом, особенно в зимнее время. Местные жители вспоминают случай, который произошел несколько лет назад. Машина сбила девушку. Она еле выжила. Все старое, несовершенно оставшееся еще с советских времен. На все нужны деньги, время. Часто слышим мы объяснения при подготовке таких видеосюжетов. Но ведь и времена уже иные. Значит, и подход к предоставлению услуг населению тоже должен быть немножко другим. И жители улицы Учкуланская и села Николаевская очень рассчитывают быть услышанными. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево, Черкесия.